Мы с вами на канале Итон ТВ в программе с большой буквы. Меня зовут Марк Гурин, со мной в студии старший на участие сотрудник института национальной безопасности Израиля, в прошлом чрезвычайный полномочный посол Израиля в России и Украине, а в свое время и старший офицер израильской военной разведки. Цви Бакет. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте, Цви. Здравствуйте. Да, мы с вами впервые встречаемся в этом году и наши зрители тоже, так что еще и с Новым Годом. Вот. И темы у нас тоже такие новогодние. С таким вот подарком обратился к израильскому обществу руководитель службы безопасности Израиля, который сказал, что есть желающие покуситься на наши выборы. Вот. Он не сказал, кто он. То есть непонятно. Никто не знает. Сказал он, а сам не сказал. Разговор был закрытый. Ну, он вроде не сказал, вроде как намекнул. И уже пошли разговоры, что зря он намекал, но на что он намекнул, тоже никто не знает. А вам кажется, на кого он намекал? Не знаю. Ну, по-моему, никто не знает. Я не знаю, вы не знаете. Но на кого-то же он намекал. И ему еще замечание сделал кто-то, по-моему, министр Элькин. Что зря он это делал. Зря он намекал. Больше того, он вроде еще и не сказал, кто, а пресс-секретарь президента России сказал, что это не мы. Не Россия. С чего он вылез с этим сообщением? С чего начать? Как с чего начать? Давайте попытаемся выяснить правду. Во-первых, на кого он намекал? Во-вторых, зачем... Намекал ли он на Россию? Это вопрос. Намекал ли он на Россию, да? Нет, я не знаю. Спрашиваю, намекал ли он на Россию. Это вопрос. Намекал ли он на Россию? Россияне восприняли это как намек на себя. Это однозначно, потому что есть реакция Кремля. Да. Пресс-секретарь президента России сказал, что это... Это сказал, что это не... Я не я, лошадь не моя. Ну, начнем. Ну, если речь идет о том, кто кого-то обвиняет, то... А правильно ли он... что он намекал на Россию, так считает Кремля? Начнем с того, что в отличие от нас, журналистов и разных там экспертов, начальник контрразведки или спецслужбы так или иначе основывается на фактах, а не на мнении. Ну, в запасах она переводится официально, да? Не знаю. Не, я понимаю, вы знаете, даже зрители не все знают. Да. И, соответственно, он обладает... владеет какой-то информацией, которой мы, к сожалению, не владеем. Естественно, он не оценил обстановку, он указал на факт. Больше того, он даже подчеркнул, я знаю, что я говорю. Буквально. Именно это, имея в виду, я подчеркиваю, что да. Он не может говорить того, чего не знает, он знает. Значит, что-то там происходит, а у него информация. Это первое. Второе, почему он это сказал. Вот я хотел у вас спросить такое. Вы разбираетесь, безусловно, лучше меня. Он уполномочен делать такие заявления? А вот не знаю, это не вопрос полномочий. Он уполномочен давать какие-то заявления. Захотел, сказал. Не обязательно. Может быть, что был уполномочен или скоординировал это высказание, потому что речь идет так или иначе, наверное, о каком-то послании, а не просто так шарахнуть какой-то информацией, чтобы все вот так были изумлены. А он, по-моему, я смею надеяться, что это больше похоже на правду, что он передал послание. Что вот мы знаем, в чем дело и о ком речь, и поэтому держитесь от нас подальше. Это его послание. Так я это воспринимаю. Отдельно могу описать, что имеется в виду в плане этих, скажем, операций. Что имеется в виду? Он сказал, что хотят оказать влияние вот такого. Мы сейчас о влиянии. Да, да, да. Но была на это реакция Пескова. Поэтому тут второй вопрос, что имел в виду Песков или кто-то его послал. Песков сказал, не читайте израильские газеты. Я сказал, что он имел в виду, а не то, что он сказал. Ну, понятно. Это равная вещь. Имел в виду, если мне будет дозволено, так сказать, погадать, то, вероятнее всего, он имел в виду то же послание. Что лучше вы с нами не начинайте, потому что у нас и так конфликт будет хуже. Это угроза. А, интересно. Я так это смотрю. Интересно, интересно, очень интересная позиция. И совместно, новая позиция. Было израильское послание, что не лезьте ни в свои дела. Не обязательно к россиянам. Может, это были иранцы, не знаю. А с другой стороны, россияне почему-то сочли нужным сказать, что осторожно на повороте, потому что мы рассматриваем это негативно и поэтому угрожаем. Это один комплекс. Так что тут не детский сад, тут серьезные люди передают серьезное послание. Это первое. А что там за система или противостояние по вопросу влияния? Это более уже технический вопрос. Да, действительно, Россия упоминается в этом контексте не нами сейчас, но в принципе, потому что так или иначе Россия в последнее время, скажем, последние два года обвиняется в том, что она вмешивалась в разные там демократические процессы в других государствах, выборы, вмешивалась в внутренние дела чужих государств. Прямо говорить, мы берем пример с Америки. Не только. Не только. И с Америки тоже. Она непосредственно обвиняется в том, что она вмешалась, скажем, в процесс выборов, но и еще другие вопросы в Америке тоже. Но в Европе тоже обвиняют ее в том же, что она вмешивается в те или иные процессы, касающиеся внутренних дел демократических государств. И в последнее время это шло от того, что даже ее обвиняют в том, что она выслана, она, так сказать, подняла меня те же желтых жилетов. И это тоже. Я не знаю, во всяком случае, на данном этапе и на данном стуле, я не знаю, действительно, имело ли это место, все эти события имели место, но действительно, если речь идет о влиянии, то скажу, что это очень старое оружие, которое задействовано было многими государствами, и Советским Союзом в частности, и не только. И направлена эта система на развал, на подрыв, это подрывная деятельность называется, на смену курса, как минимум, или для разных других, иных политических или экономических дивидендов. И это было, проводилось годами. И это все эти действия на, используя разные диаспоры, используя разные социальные группы, используя разные политические группировки, было направлено именно это, на, так сказать, на создание базы влияния и на достижение тех или иных целей на территории другого государства. В последнем поколении, в последние несколько лет, ввиду развития технологий, это уже другой уровень противостояния, противостояния, но с той же целью. Просто используются технологии, то, что называется, cyber, и они имеют совершенно иной эффект, потому что они действуют в режиме реального времени, и они могут действительно, без очень серьезных усилий со стороны заинтересованных сторон, достичь тех или иных очень быстрых результатов. Поэтому это уже тоже оружие, но иного качества. Поэтому это воспринимается очень остро, и против этого идет постоянное противостояние. Все государства, которым угрожает вмешательство такого типа, так или иначе, умеют или пытаются, во всяком случае, сдержать процессы влияния или давления, такого толка. Ну, напоминаю, в последнее время в России, например, очень часто упоминается понятие, что кто-то там задействовал цветной революцией. Это оно и есть, подрывная деятельность. Россия сама же обвиняется в том, что она ведет ту же деятельность на территории стран бывшего советского лагеря, и так далее, и так далее. Россию обвиняют, я вам сказал, по насчет Запада. Не скажу, что другие государства и державы не были активными в военном поле. Они были. И можно привести достаточно примеров, как меняли там режимы, правительства, направления тех или иных стран. И это примерно суть этого вопроса. Теперь речь идет о том, что у нас на носу выборы, и опасаются тех или иных вмешательств со стороны систем, которые умеют работать на уровне сайбера. То, что называется, это кибератаки. И в данном случае это, ну, косятся в сторону России, но не обязательно только в ее сторону. Поэтому вот такое заявление. Есть, конечно, ответное заявление со стороны израильских систем, которые заявляют, что да, у нас подготовка на очень высоком уровне, и мы защищены от такого рода воздействия. Я даже слышал заявление от весьма серьезных людей, такие, казалось бы, ну, не хочется использовать слово хвостливые, ну, в общем, что мы лучше... Гордые. Гордые, это, знаете, что мы лучше всех вообще вооружены противоподобных опасностей, поэтому никаких подобных опасностей мы как бы не можем. Это не обязательно соответствует. И истине это меняется, ведь постоянно, технологии меняются. Но это можно обвязать с тем же посланием, которое было в самом заявлении директора спецслужбы, что вот лучше с нами начинать, и мы все равно защищены, и мы придадим огласке ваши действия, и поэтому не надо. Это было израильское заявление, комплексное, если взять. С российской стороны, что было сказано, я уже сказал, ну, примерно. Вот и картина. Так что мы живем в этом мире. Что подсказывает ваш опыт? Мы действительно от этого полностью защищены. Вообще не верить директору службы безопасности Израиля сложно. Он облечен, как говорится, определенными возможностями, которые должны вызывать доверие, иначе понятно. Я бы сказал так, технически, или технологически, вероятнее всего, это соответствует истине. Это очень соответственно. Именно это медведу, и за эту деятельность ответственна та или иная служба, или спецслужба, по-моему, больше, чем одна, и они этим вопросом занимаются вплотную. Это действительно рассматривается как угроза, и действительно есть хорошие возможности. Но эта система влияния, скажем, зиждется не только на кибернетике, а это еще есть другие, так сказать, направления, поэтому я не уверен, что Израиль полностью защищен. Тут разные диаспоры, тут разные слои населения, тут разные меньшинства, и все они так или иначе находятся под воздействием, под влиянием, и они могут или через них может проникать это влияние, или, скажем, определенное, определенное, то, что называется на российском профессиональном загоне активное мероприятие, и так далее, и так далее. Это и журналистика в этом так сильно задействована, и все, что касается средств массовой информации, касается общественных движений, и так далее, и так далее. Поэтому я не могу сказать, что полностью защищено. А как вам кажется, кому и зачем это могу понять? Я понимаю, зачем влиять на выборы президента Соединенных Штатов. Влияли, не влияли, это... Я могу понять, зачем, почему влиять на выборы президента Франции. Я могу понять, зачем и кому надо влиять на выборы президента... Это премьер-министра Израиля. Ну, в смысле, на результат выборов Израиля, скажем так. Результат выборов лучше, потому что... Ну, разумеет, я понимаю, что у нас парламентская система... Могут быть разные, я не знаю, я могу догадываться. Ну, например. Например, во-первых, речь не идет о вообще влиянии на выборы, а может идти влияние на... не влияние, а дестабилизация порядка. Дестабилизировать выборы это действительно немалозначимо, потому что это создает какой-то эффект. Тем более, что у нас выборы подсчитываются вручную, у нас нет электронного просчета голосов. Если будет задействована на дестабилизацию, то это одно. Да, дестабилизацию порядка. Ну, кто? Я понимаю, зачем и раунд... Допустим, летят левое движение, скажем, в коалиции, допустим, для того, чтобы... А чтобы левые формировали коалицию? в виду, это я несерьезно... Условно, да, условно. Потому что, допустим, у левых более активно задействовано направление в сторону перемирия, скажем, с соседями или с другими. Или они считаются более, скажем, менее активными внешнеполитическими игроками. Поэтому, наверное, кому-то стоит. Просто так. Можно, наверное, считать, что нужно привести ту или иную, то или иную, скажем, нацменьшество к более широкому представительству, например, арабское мячество. и осторожно обхожу страной из русских. Насколько я могу понять, а я много лет пишу внутри израильской политики, у нас арабский голосов отдаются арабские спектры ровно столько, сколько их есть. Я к тому, что я не знаю действительной причины, и поэтому вы сказали, попытаемся... можно набрать тех или иных... Можно набрать. Или можно их использовать, или можно их шантажировать, или в процессе выборов можно шантажировать, доработать другие очки на другом участке. Все возможно. Это оружие, и оно используется. Это оружие, сто процентов, а вопрос только в том, мы же не... Я скажу, о нас не знаю, допустим, о других немного говорят, что американцы пытаются сменить режим в Иране. Говорят, а как? А чем его менять? Каким, скажем, видом оружия меняют руководство страны? Я думал, что у вас экономическим давлением санкций. Экономическим нет, но и создаётся влияние в стране, дестабилизация страны, и разная... Экономическая дестабилизация, кроме давления извне, она достигает определенных эффектов. Та же Россия, которая находится и под санкциями экономическими, и под политическим давлением, и в изоляции, ещё, бог знает, что там делают супротив российского руководства. в какой-то мере, не знаю, какие эффекты это даёт, но всё же кто-то что-то пытается сделать. Поэтому это не односторонняя, так сказать, активность, это общепринятое. тогда, собственно говоря, под занавес такой вот весёленький вопросик в этой теме. Как вам кажется, мы тоже пытаемся на кого-то оказать влияние на чьи-то выборы, значит, если все... Я смею надеяться, что у Израиля есть определённые интересы в разных государствах региона. Не знаю, пытаются ли я, тем более, посредством, скажем, кибератак, я не знаю, я не могу предположить, но могу предположить, что если очень хотели бы, то найдётся против кого оперировать. Я считаю, что в прошлом... Тут зеро! Например. Ну, я считаю, что в прошлом, например, определённая деятельность Израиля так или иначе рассматривалась как подрывная, если хотите, даже в бывшем Советском Союзе. Ну вот. Ну да. Как это сказать? Нет мира... Я бы даже так... Была известная фраза «нет мира подоливами», и я бы сказал, что и подоливами тоже нет мира. Да, мы с вами живём в непростом уголке земли, в непростой ситуации. Кстати, именно одна из причин, по которой мы не можем себе позволить электронный подсчёт голосов, потому что слишком много найдётся желающих на него повлиять, и не только среди великих держав, а как бы хороший хакер, он и есть хороший хакер. Ну вот. Поэтому мир становится опасней, что ли, и там, где ещё вчера вызвали террорист с автоматом, это или с гранатой, это или террорист с компьютером, это примета нового времени, и как бы мы не пропустили эти ситуации, хотя, впрочем, может быть, не то, что страх и глаза велики, а может быть, это заявление сделано для каких-то иных интересов, этих людей понять непросто. Поэтому, друзья, ну вот, вот такова реальность, вы сами видите, насколько мы сможем мы её будем комментировать в дальнейшем. Спасибо, всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН ТВ.